На прошлом уроке мы говорили о разных измерениях Божьей любви. И очень важно, чтобы мы росли в этих измерениях Его любви. И это нам по-настоящему поможет применять и истолковывать Тору. Помните, когда мы говорили о Псалме 88, 15 стихе, что истина и праведность основания Его престола. И как Его любовь и истина, она исходит из престола. И эти концепции, эти понимания показывают нам сердце Торы. Помните, как Моисей говорил, что Бог обрежет сердце. И кто сейчас может вспомнить, как наше сердце, оно обрезывается? А что мы говорили из книги Деяний о том, как сердце обрезывается? В Деянии 2-я глава. Там было сказано, что после того, что сердце было проникнуто. Да, вот это слово, которое в нашем переводе переведено как «умилилась», означает, что сердце было проникнутое. И это то, что Дух Святой делает. И это то сердце, которое нам необходимо иметь, потому что Бог хочет, чтобы мы его имели. Итак, мы будем продолжать и поговорим о следующих двух целях Торы. Первая цель – это то, как мы будем рассматривать Торю в виде прокурора, который ожидает адвоката и который указывает на Мессию. То есть, Тора в виде прокурора, а Мессия в виде адвоката. И помните, представьте себе, что вы в суде, и у вас есть прокурор. И адвокат или адвокат? Кто его защитит? Адвокат. Адвокат является для вас защитником. А наш самый главный адвокат – это Иешуа и Дух Святой. А с другой стороны, есть прокурор. И Тора действует как этот прокурор против нас. И это первая концепция. И другая концепция, другое понимание, что Тора как этот наставник, который ведет нас и указывает на Мессию. И первое, о чем мы поговорим, это Тора в виде прокурора, который ожидает адвоката. Это тяжело представить, но Бог так захотел, это в его плане, чтобы Тора, она свидетельствовала против нас. И это мы прочитаем во Второзаконе 31 глава с 24 по 27 стих. Когда Моисей вписал в книгу все слова закона всего до конца, тогда Моисей повелел и левитам, носящим ковчег завета Господня, сказав, «Возьмите сию книгу закона и положите ее одесную ковчега завета Господа Бога вашего, и она там будет свидетельствовать, свидетельством против тебя. Ибо я знаю упорство твое и жестоковыность твою. Вот и теперь, когда я живу с вами ныне, вы упорны пред Господом, не тем ли более по смерти моей». Это может быть трудно к пониманию, но Бог говорит, что она будет свидетельством против нас. Но Он говорит и объясняет, что Он знает природу нашего сердца и упорство его. Я этого не понимал, когда я рос в синагоге и читал Тору. И естественно те евреи, которые тоже ходят в синагогу и у них нет откровения отношений с Мессией, они также не понимают этого. Они думают, что исполнение всего закона приведет их к спасению. И это им помогает понимать все то, что Бог хочет, чтобы они понимали. И почему, вопрос, почему Бог дал нам закон, который будет свидетельствовать против нас? Первая причина – это потому, что Он знал наклонности нашего сердца. И Он знал, что наше естество, оно больше сфокусировано на удовлетворении наших плотских желаний. Так как многие люди, они заинтересованы в исполнении своих плотских желаний. И тут суть в том, что только в эмоциях, чтобы мы чувствовали себя хорошо. Но Бог хочет, чтобы мы были заинтересованы в духовном и на действии духа, нежели на плотских вещах. И поэтому Бог говорит во Второзаконе, 31 глава, с 20 по 21 стих. Он говорит, что Он знал, что когда мы будем в чужих землях, мы будем служить чужим богам. Но речь идет не только, чтобы служить другим богам, но быть подобно людям в мире. И Он говорит, что это приведет к тому, что Он разрушит, отменит свой завет. И Он говорит об этом в 21 стихе. И когда постигнут их многие бедствия и скорби, тогда песнь сия, Он Тора называет песню, и песнь сия будет против них свидетельством, ибо она не выйдет из уст потомства их. Я знаю мысли их, которые они имеют ныне, прежде нежели Я ввел их в землю, о которой Я клялся. С одной стороны, Тора указывает на наши слабости, но она не показывает, как решить наши проблемы. Это подобно тому, как мы смотрим в зеркало. Вы можете увидеть там отблески своего лица, но это зеркало не показывает ваше сердце и как его исправить. Зеркало показывает нам только внешний вид, но Дух Святой проникает в сердце. И важный вопрос в том, что Бог хочет, чтобы мы концентрировали свое внимание на внутренних вопросах сердца. И вот почему мы столько времени уделяем любви и всем, что с этим связано. И также мы говорили, что совесть, которая обличаема или осуждаема Духом Святым. И мы видели это в Иоанна 16 главе. В 7 стихе И в Иоанна 16 главе, 17 стихе сказано, что... «Но Я истинно говорю вам, лучше для вас, чтобы Я пошел, ибо если Я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». И далее сказано, что когда Он придет, Он обличит мир во грехе, о правде и о суде. Это Дух Святой, который обличает наше сердце. Вот почему Дух Святой также называют Духом Истины. И мы видим, что это речь не идет в исполнении митцвот, заповедей, деланием хороших дел или зарабатыванием спасением, внешним видом. И исполнение митцвот или исполнение хороших дел не дает искупления. И вот насколько интересно, если вы помните, что Бог фокусируется на творении и искуплении, избавлении. Но истинное избавление и искупление, оно приходит через Мессию. И Дух Святой обличает наше сердце. И Дух Святой дает нам возможную такую действующую благодать. И это то, что называется освящением. Мы не можем быть освящены по своим собственным силам. И Дух Святой дает освящение, очищение, укрепление, обновление, пробуждение и восстановление. И это важный момент. Чем больше мы растем в зрелости, тем больше мы становимся чувствительными к Духу Святому. И это позволяет нам понимать Божьи великие цели и намерения. И это тогда также становится ясным, что Дух Святой помогает нам применять Тору. И мы говорили о том, как Павел объясняет самую большую проблему человечества. И он говорит об этом в Римлянам в 1 главе с 25 по 29 стих. Где он говорит в 25 стихе «Они заменили истину Божию ложью». И когда мы так делаем, тогда Бог нам дает превратный ум. И если мы будем фокусироваться на лжи, мы будем иметь плохой суд. И это одна из самых больших проблем, которые многие имеют. Мир учит нас лжи. Которая дает нам такое плохое осуждение. И это там, где мы допускаем и делаем ошибки. Но Бог хочет дать избавление. И это приходит через Мессию и Духа Святого, который обучает нас правильных вещей. Итак, мы говорим о том, что Торо – это прокурор, который ожидает, обвиняющий прокурор, который ожидает адвоката. И если мы ждем адвоката, мы должны знать, что он придет, это Дух Святой, Мессия, Иешуа. Он выиграет дело в суде. И это та кровь, которая показывает глубину Его любви. И какая же это любовь, которая побеждает, выигрывает это дело? И это также может быть наша любовь, которая выигрывает наше дело. И Павел показывает римлянам 3, по 22 стих, как наша праведность приходит от Бога. И он показывает, что праведность приходит через верность Мессии Иешуа и тем, кто верит непрестанно. И не только Мессия показывает истинные Божьи цели и в чем суть Торы. Но Он готовит нас, чтобы мы были готовы принимать глубокую истину. Вот почему настолько важно быть исполненным Духом Святым. Потому что Бог имеет удивительную благодать для нас, для которой у нас есть доступ. Но необходимо иметь зрелый характер, чтобы иметь доступ к этой благодати. И Павел учит об этом в Римлянам, в 5 главе, с 1 по 5 стих. Он говорит, что, поскольку мы считаем праведными перед Богом благодаря нашей вере, мы будем пребывать в шаломе с Богом. И также мы имеем доступ к благодати. И очень важно понимать разные измерения величины благодати, к которым у нас есть доступ. И евреи без понимания Мессии, и христиане без отношений с Духом Святым, у них есть доступ к этой благодати. И благодать – это великая тема. Но Бог хочет, чтобы мы знали истину о благодати. И Павел продолжает делиться об этом. И он говорит, что проблема, что нам это делает, это дает нам терпение и стойкость. А эта стойкость производит характер. А когда мы можем иметь хороший характер, мы можем иметь надежду и доверие Богу. И мне нравится то, что он говорит в 5 стихе. И эта надежда не подводит нас, потому что Божья любовь к нам уже излита в наши сердца посредством Руаха Кодыш, данного нам. Многие люди, они чувствуют себя безнадежными в жизни. И они теряют надежду. Потому что они не понимают, что Божья любовь высвободилась Духом Святым. И мы видим, насколько важно это для понимания. И в Римлянам 8 главе Павел также делится некой важной истиной. Он делает разделение между буквой закона и Духом закона. Он говорит, что Дух Торы – это то, что производит жизнь в Мессии. И Он освобождает нас от закона греха и смерти. Потому что Он говорит, что Тора не имеет силы, чтобы привлечь старое наше естество к сотрудничеству, к взаимодействию с Богом. Мы никогда не сможем научиться и познать то, что Бог хочет до того момента, как Дух Святой покажет нам. Потому что насколько долго, если наш ум будет сконцентрирован на старых путях, мы никогда не сможем понять, что Бог по-настоящему хочет от нас. Вот почему Павел говорит в 7 стихе. Так как разум, руководимый старым естеством, враждебен по отношению к Богу. Для нас будет трудно понять то, что наше старое естество, оно по-настоящему против Бога. И я это даже изучил, понял через такой трудный путь. Что во многих путях я был в таком вдовольстве с Богом. Вы понимаете о Что означает быть в контакте? Вы можете использовать другую слову для контакта? Это означает... ...это быть в противоположном... ...это быть в противоположном... ...это быть в противоположном... ...у меня было неуважение к Богу... ...это означает... ...это сложно для нас понять... ...что иногда мы думаем... ...что мы делаем, поступаем хорошо... ...но мы не видим... ...что глубоко, глубоко, глубоко... ...внутри, у нас есть такое неуважение... ...или презрение к Богу. И это только Дух Святой... ...который может постигнуть эти глубины сердца. Если мы будем фокусироваться на букве Закония и даже на законничестве, это будет выглядеть, как мы служим Закону греха и смерти, потому что оно не может освободить нас. Это только Дух Закона высвобождает нас. Есть очень интересная иллюстрация. Если мы вспомним, что произошло на Синае, когда Бог дал десять утверждений, и люди, они взбунтовали, три тысячи человек погибло. И это то, что представляет закон Духа и Смерти, эти три тысячи умерших людей. А что же произошло на Пятьдесятницу на Шаву От? Три тысячи человек были спасены. Потому что тут мы видим, как Дух Закона, он начинает действовать. Это очень интересный контраст. Есть еще другой момент, который можно изучить касательно темы. Если мы будем продолжать ходить в букве Закония или в законничестве, мы приведем очень много путаницы в нашу жизнь. У нас будут разные такие доктрины, которые перекрестнуты, они не имеют ничего... Как бы разные, друг другу противорящие доктрины. И когда мы будем под влиянием разных вот этих ветров учений, мы будем в замешательстве. И это приводит к такому самому важному конфликту. И мы видим это во многих таких христианских кругах. И как только, когда мы имеем смесь законничества и Духа, мы также таким образом можем привести в нашу жизнь смесь мирских путей и Божьих путей. Видите, как вот это замешательство, работа действует. И это помогает нам увидеть, как много людей до сих пор ходят в синагогу или в церковь, но при этом они еще живут, как мирские люди. Поэтому, чем больше мы будем понимать, глубже понимать Дух закона, тем больше мы будем понимать Божьи пути. И мы видим, как Тора приводит нас к Духу Святому, который является нашим адвокатом-защитником. И это помогает нам получить свободу и применять Божий закон. И давайте теперь также поговорим о Торе в качестве наставника или такого охранителя, который указывает, ведет нас к вере. И Тора как наставник, который указывает на Мессию и который открывает нам великую веру. Еще одно, что мне нравится касательно Павла, и Павел увидел, что Бог дал обетование Авраму за 430 лет до дарования Торы. И как мы уже говорили, что Тора была дарована в виде двух частей. Помните, мы говорили о десяти утверждениях, и они открывают Дух Божий или Дух Закона Божьего. И в Исходе 1 главе 18 стихе и 2 законе 9 главе 10 стихе написано, что этот закон был написан Перстом Божьим. И это помогает нам разделить между этими десяти заповедями и шестьсот тремя заповедями остальными. И когда люди говорят, что нам нужно быть послушными всем заповедям, как я уже говорил ранее, что нам нужно знать, что все эти остальные заповеди были основаны на определенных ситуациях. Или они были такими временными порядками, правилами. И они могли служить хорошим целям, но до того момента, пока Мессия не откроет высшую цель. И это такая важная тема, о которой спорят в кругах иудеев. Потому что они задают вопрос, какую нам из шестьсот тринадцати заповедей исполнять, а какие не нужно исполнять. Вы теперь знаете, что я начал наше общение, как мы можем закончить эти споры даже перед тем, как они начнутся. Пониманием разницы между десяти заповедями и всеми остальными законами. Потому что мы понимаем высшие Божьи цели. Есть еще один момент касательно всех других законов. Они делают основания в понимании испорченной природы человека. Иными словами, они как будто ждут лучшего решения в понимании благодати и истины. И мы можем это увидеть в Иоанна в первой главе с четырнадцатого по семнадцатый стих. Они также нам показывают, что единственное постоянное решение можно найти в Духе Святом. Вот почему мне нравятся главы Иоанна с четырнадцатой по шестнадцатую. И я ободряю вас размышлять над этими главами с четырнадцатой по шестнадцатой от Иоанна. Потому что это действительно то место, где Иоанн нас готовит принять Дух истины, Дух Святой. Иными словами, мы также можем сказать, что все эти разные законы указывают нас и объясняют великий, глубокий Завет Божий. Это в виде пазла. Кто-то собирал пазл, когда у вас имеете разные кусочки, вам нужно собрать большой пазл. Подумайте в виде закона, который имеет много кусочков. Это не будет в помощь, когда мы будем иметь все эти кусочки на столе. До того момента, как мы не увидим полную картину. И мы видим всю картину через Дух Святой в Мессии. Также существует проблема в истолковании Якова второй главы с десятого по двенадцатый стих. Открываем Якова вторая глава десятого по двенадцатый стих. Ибо человек, исполняющий всю Тору, но спотыкающийся в чем-то одном, становится виновным в нарушении всего. Так как тот, кто сказал, «Не прелюбодействуй», сказал также, «Не убивай». И если ты не прелюбодействуешь, но убиваешь, то становишься нарушителем Торы. Всегда говорите и поступайте так, как люди, которые будут судимы по Торе, несущей свободу. И многие верующие и христиане, они неправильно истолковывают этот отрывок. Потому что они думают, что если ты нарушаешь один закон, одну заповедь, ты нарушаешь весь закон. но он на самом-то деле обращается к некому месту в Талмуде. И тот вопрос, к которому обращаются многие мудрецы, это желание принять Божий закон. А иными словами, они говорят такую мысль, что лучше взять иго Божие и исполнять Его законы, нежели быть под игом мира. И вопрос идет в том, чтобы просто быть послушным Божьему закону, нежели исполнять каждую заповедь. И нам нужно понимать, что Яков, он делает акцент на Боге. И он говорит о акценте на Боге и важности, что наше сердце должно быть заинтересовано в Боге. И это говорит о духе молитвы Шма. И где мы должны любить Бога всей душой, всем сердцем и всем естеством Своим. И Яков, он понимал дух закона. И Павел также понимал, что цель закона была создать нарушение заповедей. И он говорит об этом в Галатам 3 глава с 16 по 29 стих. И мне нравится, что говорит Давид Стерн, что нарушая заповеди дает нам осознание наших грехов. И он говорит также, что все законы, заповеди, они действуют, чтобы разрушить нашу плотскую натуру. И мы видим это в Галатам 3.18. И мы прочитаем с 3 главы с 18 по 23 стих. Ибо наследство приходит согласно правовой части Торы, то оно уже не приходит согласно обещанию. Однако Бог дал его Аврааму согласно обещанию. В таком случае для чего правовая часть Торы была добавлена для того, чтобы принести определение тому, что такое преступление до прихода обещанного семени. Кроме того, она была передана через ангелов и посредника. И если есть посредник, то уже больше одного, а Бог один. Означает ли это, что правовая часть Торы противоположна Божьим обещаниям? Да запретят небеса, ведь если бы правовая часть Торы, данная Богом, имела в самой себе силу давать жизнь, тогда праведность и в самом деле достигалась бы законническим следованием такой Торе. Однако Танах всех заключил под грехом, чтобы обещанное на основании доверия и верности Мессии Иешуа было дано тем, кто продолжает доверять и быть верным Богу. И он делает важное утверждение. Он говорит, что если бы правовая часть Торы имела бы силу давать жизнь, тогда было бы хорошо следовать Торе. Но важно понимать, естественно, то, что следование Торы законническим путем не дает жизни. И это только через Дух Закона, который мы понимаем через Дух Святой. И он говорит, что на основании доверия и верности Мессии Иешуа было дано тем, кто продолжает доверять и быть верным Богу. И в реальности, если мы будем соблюдать Тору законническим путем, то оно будет держать нас в темнице. из 26 по 29 стих он делится тоже важным моментом. пункт номер 1 это быть в единстве с Мессией. И второй момент, что через верность и доверие Богу. И потом он говорит, чтобы быть погруженным в Мессию. И это говорит и показывает нашу самоопределенность в Мессии. У многих людей есть вопросы с идентичностью. Они не знают, кем они по-настоящему являются. Потому что мир, он очень запутанный. Но если мы по-настоящему погружаем себя в Мессию, в Иешуа, мы решаем вопрос идентичности. Потому что мы находим свою идентичность в Нем. Я думаю, что это одна из самых важных тем, которые мы должны понять. И вы можете сказать, что Тора — это не только наставник и указатель, который указывает на Мессию, но Тора действует до того момента, пока мы не найдем свое определение в Мессии. И мы должны понимать, что мы больше не под властью закона буквы, но мы под властью духа закона. и мы понимаем дух закона с помощью Духа Святого. И Павел делает такое разделение. Он делает разделение между нашими физическими или внешними вопросами и глубинными вопросами жизни. И Он помогает нам видеть великую Божью картину. Вот почему я сказал, что Дух Святой собирает весь пазл вместе. И какая это большая картина? У нас есть направления границы морального поведения. что правильно, что неправильно. Также у нас есть истина, которая открывает греховную природу, нашу природу. И наш плотской ответ на искушение. Потому что мы все сталкиваемся с искушением. Но оно дает нам мудрость, чтобы отвечать правильно. И не только мудрость, но истина, чтобы мы двигаемся в Бога любви, любви, его силу и его вероятность. И не только мудрость, но также благодать, которая помогает нам двигаться вперед в Божьей любви, силе и избавлении. Это почему я люблю в Романсе 7 то, что Павел говорит. И вот почему мне также нравится, что Павел говорит в Римлянам 7 главе. Там, где он говорит, что Тора, она хороша. Потому что мы понимаем великую цель Торы. Потому что другим путем мы бы не знали, в чем суть греха. И он показывает нам, как в 8 стихе, как заповедь обличает, показывает грех. И это то, что нас обманывает. Просто тем, чтобы, если мы будем фокусироваться на заповеди. И это то, что держит нас в темнице. И это также то, что ведет нас великим целям Торы. И мы уже поговорили о двух аспектах десяти заповедях и всех остальных законов. И один из примеров, о которых я говорил, это был пример цицид. Потому что есть много людей, даже мессианских евреев, которые носят цицид. И они верят, что они таким образом послушны заповедям. Но мы должны понимать, почему эта заповедь была дана. И это в числах 15 глава с 37 по 41 стих. Это после того, как разведчики были посланы в обетованную землю. И десять из них были непослушны. Они вздутовались, потому что у них были причины для этого. Вот почему Бог дал им цицид. это подобно тому примеру, когда отец дает правила сыну, чтобы приходить вовремя вечером домой. И как только когда сын поймет, ребенок поймет принцип, почему не нужно оставаться на улице поздно вечером, тогда ему не нужен закон. И это опять же помогает нам понимать дух закона. Перерыв.